Всем привет, с вами снова я, Алина Ирин, и мы возвращаемся на много лет назад. Если вы думали, что я не собираюсь монтировать все эти влоги, которые я снимала много лет назад, вы ошибаетесь. Я самый медленный блогер, наверное, из всех, кто существует, но я планирую монтировать видео, которое я хотела смонтировать, и дальше, несмотря на то, что прошло много лет. Один видеоматериал меня волнует уже очень давно, я давно вам хотела его показать, но вот эту подложку снимаю только сейчас, сделала образ, как был тогда, и макияж, как был тогда. Пишите комменты, каких влогов вы ждете до сих пор из тех, которые я когда-либо анонсировала, и ставьте лайки, спасибо, надеюсь, вам понравится. Завтра вставать в 6 утра, завтра, до сегодня же, через 3 часа. Доброе утро, ребят. Сегодня у нас влог из-за брошки. Блин, как же я буду скучать по этим местам. Ну разве не клево? Солнышко такое. Я, кстати, сейчас все снимаю на свою новую камеру, решила ее вот как раз-таки протестировать в этом влоге. Надеюсь, вам понравится качество больше, чем айфоновское. Я раньше всегда на айфон снимала. О, бейсболисты поехали. Маленькие бейсболисты. Они были заедут, нормально, поехали. Лапки. Готово. 116 мебели. Лишу этого отца семьи. Побыстрому. А, тут что-то некоторые повторяются. Ну да. Я думаю, у него не так много было цитат. Великие цитаты. Типа, если будешь только плакать, это не вшит проблему. Ну да, она все время плакала. Красивый Саур-мун, не к лицу слезы. А страшный Саур-мун к лицу слезы. С Амейкинан, ты не знаешь. Пацаны, как всегда, делают остановочки, поэтому я думаю, что сегодня у нас поездка затянется. Как в прошлый раз. Где он? Привезла ребятам из России шоколадку, Аленку. Они сразу ее распотрошили. Сильная разница между японским и русским шоколадом? Мне кажется, довольно сильная. Да, русский он такой, знаешь, как будто сделан из порошка. А японский он как будто как какая-то зубная паста. То есть он более тягучий такой. Лучше намного растворяется в арзу. Русский шоколад реально как будто порошковый. Он жесткий. Да. Мы находимся в префектуре Сайтама. И едем в эту, в этот Голстаун. Это одно из самых известных заброшенных мест в Японии. Но проблема заключается в том, что, возможно, нас туда даже не пустят. Потому что по отзывам там ходят охранники и выгоняют эту территорию, потому что это частная территория. Но мы попробуем проникнуться. Я же, ребята, уже сказала, что нужно действовать по стелсу. Посмотрим, получится у нас или нет. Чего вы ржете? Чего вы ржете? По стелсу. Я знаю, что у тебя уже 2 часа стоит. Сколько можете снимать тогда? Я вас ждала 40 минут сегодня с утра. Что, то тебе в туалет сходить, то прокладки. Это неправда, это неправда. Да ладно? Субтитры сделал DimaTorzok Подснимем, подснимем, подснимем. Часто в таких местах бываешь, Сергей? Подснимем, каждый день бываю в своих снах. Я здесь летаю, как привидение. Нападаю на гайдинг. Тенгу. Тенгу куваешь. Нам осталось ехать где-то полчаса до нашего местного назначения. Дорога была очень красивая. Я стою на берегу какой-то красивой горной реки. И здесь тепло, прекрасный, свежий воздух. Здесь ощущение возникает, как будто бы я перенеслась в аниме Хаяо Миядзаки. Какая-то абсолютно волшебная атмосфера. Параллельная вселенная от Токио. Хотела бы я, чтобы у меня был свой оператор. Наверное, нет. А пока я не пошел в гостану, мне надо было. Пока что-то не будет. Че? Дело сложения, я своего идеала уже достиг. А потом к 40 годам такое пивное пузо. Не-е-е. Пивное пузо-то откуда? Смотри, разве похожий на человек, который может ходить с пивным пузом? Ну это часто такое. Вот человек с пивным пузом. Сумасаем. А Дадя вдавился. Ахренеть, вот это амьюзмент парк. Везели пещеру. Да, да, да. А вон там внизу тоже. Все, пацаны, вонули с обложки. Блин, ахренеть, там сзади вообще такие дома. Деревянные сразу... Я думаю, тут надо где-то же прокануться. Сейчас проканемся. В общем, ребят, мы приехали и уже видно первые заброшки. Это заброшенная деревня японская, если кто еще не понял. И сейчас будем пытаться заходить в эти дома, искать входы туда. Очень интересно. Какой-то старый знак, на котором ничего вообще не понятно. Ничего не разобрать на этом знаке. А здесь вход в эту деревню, видите, закрыт лентами. И вообще-то туда нельзя заходить. Но я думаю, что нам придется нарушить, ребята. Сергей волнуется, говорит, поаккуратнее, поаккуратнее. Я не волнуюсь. Просто дома деревянные, ветхие. Может, что-нибудь обвалится, если там что-нибудь наступишь. Мало ли чего. Но все равно этот дом, мне кажется, представляет интересы. И можно было бы туда зайти. Пока удалось продвинуться на 2 метра, я иду, в общем. Пусть ребята там приближаются. Пожалуй, пройду по правой лестнице. Потому что я не знаю, что находится с левой стороны. Может быть, там кто-то живет, какой-нибудь егерь, который следит за всем за этим. Охренеть, ребята, стрёмно. Смотрите. Окна разбитые. Сердце колотится. Давно в таких местах не было. Старый Дарума разбитый. Ё-моё. Вот это пространство. Ванная комната, видимо. С разбитым зеркалом. В него я смотреть не хочу, честно говоря. А здесь раньше люди мылись. Стремно. Блин. Страшно, реально. Какие-то старые журналы на полу. Здесь сортир был раньше. Кстати, вот так до сих пор и выглядят японские туалеты. Женские. Просто дырка в полу. Куча газет под ногами. Все очень старенькие. Сейчас таких уже не делают. Половицы проваливаются прям. Как бы не провалиться здесь. Кто-нибудь вниз. Не застрять. А вот здесь дальше creepy story. Ё-моё. У меня руки немного трясутся. Старые часы. Ё-моё. Просто пол проламывается. Я реально иду. Тут акробатически показываю трюки. Здесь вообще стены нет. Здесь все развалилось. И видно гору с другой стороны. Этот дом как раз около горы стоит. Старый телефон. Было бы крипово, если бы он работал. Старые коробки из-под телевизоров. Их рекламирует кот Феликс. Уютно здесь, наверное, раньше было. А сейчас здесь никого нет. Продолжаем наше шествие вперед. У меня реально ощущение такое, как будто бы я в Resident Evil или в Outlast. Наверное, больше в Outlast. Потому что именно там были вот эти вот разрушенные деревни страшные. Здесь тоже все полно каких-то коробок. Вот это, конечно, дорога. Ничем хорошим не светит. Но я должна пройти туда дальше. Каким-то образом. Сейчас, ребята, камера будет дергаться, наверное. Но я должна пройти дальше. Ё-моё, какие звуки громкие. Они так палят меня. Стены уже разваливаются. Я прислушиваюсь. Вроде тихо слышу, только звуки каких-то насекомых. Веревка. Надеюсь, здесь никто не кончал жизнь самоубийством. Мне реально уши заложило. О, Господи. О, Господи. Посмотрите на это. Целая комната, заполненная книгами. Старыми японскими книгами. Даре-мо-га, мир и юмэ. Сон, который может увидеть каждый. Да. Это очень крутое место. Я просто в восторге. Видите, я стою просто на горе книг. И это похоже на какую-то сцену из фильма. Но, тем не менее, это всё по-настоящему. Здесь просто, видимо, хранились в этих вот полках книги. А потом их кто-то повыбрасывал. Или я не знаю, что. Нет, это странно. Я бы, может быть, и взяла бы себе какую-нибудь книгу. Но мне кажется, что это бедлок будет такую книгу с собой вынести. Я только что слышала какой-то стук. Парни ещё не в доме, и у меня ноги трясутся. Господи, если я так сильно боюсь играть в хоррор-игры, то представляете, как мне страшно в этом доме сейчас. И слава богу, что сейчас день, утро. Мне кажется, это просто упала доска какая-то. Я спускаюсь. Максимально тихо. Максимально тихо. А, здесь второй вход. И здесь чаша для того, чтобы курильные всякие. Палочки вставлять ароматические. Старые генераторы. Пипец страшно. Кажется, это был отель. Кости. Игральные кости. Здесь вполне могут какие-то духи жить. Старая пластинка. А это, видимо, как раз-таки коробочка, в которой эти кости лежали. Телефон. А здесь почему-то образовалась дырка в полу. Наверное, что-то капает с потолка. Или, может быть, какой-то провал. Даже не знаю, какая-то дыра могла здесь образоваться. Вот оттуда я пришла. Блин, как страшно шумят эти штучки сверху. Старый телевизор. Сони. Многие таких и не видели никогда. Дыракусы. Гитар-романтика. Романтика. А, гитар-романтика. Гитарная романтика. Да уж. Романтика. Не то слово. Старые книги. О, боже. На этой перегородке как будто бы отпечатался какой-то силуэт женщины. Все-таки это меня продолжает удивлять, почему такая дыра образовалась. Так, как бы мне пройти, чтобы не провалиться? А где парни, я вообще не понимаю. Аккуратненько. По краешку. Фак. И здесь была кухня. Здесь все разбито. Я так испугалась. А это ребята там с той стороны в том доме оказались. Звуки какие-то за спиной, как будто бы кто-то завывает. Здесь кто-то просто занимался вандализмом, пробил стены. Моголь какая-то бутылка. Глицерин. Много ложек, вилок. Какие-то дипломы. Не буду их трогать. Я вообще, наверное, ничего не буду здесь трогать. Ничего себе, пол изогнулся. Я реально слышу, как кто-то завывает. Ладно, попробую подняться наверх по этой лестнице. Иногда мне кажется, что у меня просто стальные яйца, которых быть не может, конечно. О, боже. Это переход в другой дом. Я уверена, что и раньше это был отель. Давайте просто пройдемся по второму этажу здесь сначала, в этом здании. А потом перейдем дальше. О, май гад. Сюда втыкаются палочки, а потом зажигаются и воскуриваются. Здесь много старых футонов. Картина висит. И опять очень старый телек. Смотрите, какой кайфовый. Одна из отельных комнат. И очень странное окно наверху. Как будто бы туннель уходит. Наверх. Старенькие тапочки. Что я нашла? Старая швейная машинка. Знаете, кстати, могу сказать, что она в превосходном состоянии. Братишка называется. Брадер. Я думаю, что на ней можно было бы шить до сих пор. Весь второй этаж мы с вами прошли. Ничего здесь такого особенного тоже не было. Хотя это швейная машинка только чего стоит. И старинные телевизоры. Пойдемте перейдем в соседнее здание. И, честно говоря, мне хотелось бы уже воссоединиться с ребятами. Потому что одно здесь страшновато. Куда я забредаю? Вышла оттуда. Здесь тоже есть комната с книгами на полу. Очень мне нравится, как выглядят окна. Крипово. О, календарь. Давайте посмотрим, какого он года. Это календарь 97-го года. То есть ему уже 20 лет. Календарь 20-летней давности. Второй этаж этого дома. Мне кажется, что этот дом, он для прислуги. Потому что здесь не такие красивые комнаты. Все довольно скромно. И аскетично. О, господи. Щит, я испугалась. А это просто листовка под моей ногой. Я бы хотел слышал этот звук. Воющий. Мне кажется, это какие-то шмели. Японские босс-бэнды. New Year 96-й. Телевизионный гид. Много-много журналов. Я чувствую, что мои руки трясутся. Что же я за трусиха такая? Ёшкин кот. А здесь что произошло в этой комнате? Разбитый телевизор. Это пипец, скриповая комната. Камера. Старая камера. Фуджифильм. Только что снизу что-то очень громко стукнуло. Рутика. Ребята. 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 Я слышал, явно, как кто-то ходил. Я слышал усаги. Я правда говорю. Мне здесь одно довольно страшно, конечно Но я даже не слышу, где ребята Из-за того, что здесь рядом прям гора и лес И падают, видимо, какие-то камни Я постоянно слышу какие-то шорохи И мне кажется, что это ребята Но это не они и голосов я не слышу Немножко угнетающая здесь обстановка, конечно Всего этого брошенного Шмель летает Ладно, иду дальше, в другое здание Куча разбитой посуды А много целых тарелок Бери Не хочу Бутылки из-под алкоголя Пиво, асахи и саке Я все никак не могу найти Сергея и Виктора Я уже в другом доме И здесь, видимо, какая-то столовая была Но, знаете, видно, что сюда люди тоже приезжают исследовать Потому что здесь на двери Сейчас покажу, свет подниму Ой, асуми написано И нарисован-то кто? Пун-пун Пун-пун-пун Ой, асуми переводится как спокойной ночи, если что Я во втором доме, который самый верхний был В виде старый портрет Японки В национальном виде Здесь тоже коридор длинный С множеством комнат Полы реально проваливаются Шмель Огромные шмели летают Не хотелось бы здесь, конечно, никого встретить Наверх подняться можно, но сложно И стоит ли Потому что, похоже, что это помещение Оно такое, скорее, для уборщиц Что ли, для работниц местных Мне кажется, не стоит мне подниматься наверх Тем более одной Подняться наверх или нет Можно подняться быстренько Мне кажется, не стоит мне подниматься наверх Тем более одной Здесь разводили что-то Чтобы было тепло Люди сверху ставили столы Потом теплом обогревали ноги себе Это помещение с кутацию Если вам интересно Можете потом почитать Что такое Кутацию Ничего интересного здесь нету На втором этаже Третьего дома А жаль, а жаль Ладно, спускаюсь По другой лестнице вниз Здесь есть выход, да Мы попрались с заднего входа Часы здесь классные Причем у него дрон довольно простенький Какой-то не крутой Встретили здесь японца, который снимает на дрон Я записала его канал Пожалуй, в описании оставлю ссылочку на его канал Посмотрите, что он здесь наснимал с своего дрона И он сказал, что даже пять лет назад Здесь было гораздо больше всяких разных артефактов Что здесь была больница, где-то госпиталь В котором внутри стояли колбочки, всякие лекарства А сейчас, говорят, этого уже ничего нету И даже в этих домах, в которых мы были Было, как говорит, гораздо больше всяких разных артефактов Но, знаете, я в первый раз в таком месте нахожусь И меня вполне устраивает все то, что я вижу Нет, если это было еще круче Блин Не знаю Что здесь можно было наснимать Таких шедевров Очень крутой чувак, кстати Да, такой накачанный Ну, не смысл, что я запала на его тело Он по горам лазит Не, ну я имею в виду, что он крутой Такой умный, интеллигентный, приятный Жена у него разбирается Но боится заходить Ну, разбирается Говорит, она лучше узнает историю А что значит док синерио? Типа Отель для неженатиков, или что? Что-то странная какая-то тема Здесь? Здесь, по-моему, что-то для детей было Судя по тому, что следы каких-то игрушек И да Стоит пианино Алина хотела поиграть Не получится Непонгаки Ямаха Ничего не осталось Мне на одну клавишу не нажать Кто-то здесь лазил по фортепиано Сверху ногами Но я не знаю, зачем это делать Некрасиво Смогу ли я здесь выйти, открыв дверь В сторону просто Как раньше это делалось Видимо, нет Попробовать можно Нет А здесь? А здесь все забито Надо же Ладно, идем дальше Пианинка Маленькая уже Детская, судя по всему, пианинка Работает оно интересно Нет Странно Не работает Детские заброшенные вещи Всегда как-то выглядят Криповато Заброшенные детские игрушки Какой-то конструктор, видимо Немножко неприятно Старый мост Ведущий Куда-то в горы, видимо Но мы туда, конечно же, не пойдем А здесь когда-то были качели Но Видимо, уже довольно давно Их нет Остались только цепи от них Табличка Голосит, что нельзя заходить Администрация Нечицу Подписана Какие-то стуки В соседнем Доме Хотя бы в окошко загляну Знаете, мне надо залезть в окно Сейчас я это сделаю Потому что Фак, я уронила эту штуку Че? Давай, поищи там Снимай там Ну, здесь, кстати, все гораздо более Новое Как мне кажется Холодильник довольно новый Радио Немного ушиба Когда перелезала На второй этаж не пойду Мужские ботинки Повсюду О О О О О О Второй этаж этого хостела На второй этаж не пойду Отель для холостяков Почему эта дверь закрыта? Что здесь? Холодильник какой-то Здесь периодически хлопают двери Меня это довольно сильно испугало В один момент Вау Кажется здесь Трусики Ребята Трусики Здесь, видите, они как будто бы сделали Алтарь из женских трусиков То есть И они грязные Это грязные женские трусики Совсем в непотребном виде Ребята Здесь вся комната Полна женских трусов Использованных Видите, ребята, как надо Парней завлекать в дома Здесь женские трусы И они сразу бегут Слушай, правда, смотри Нифига себе Смотри Это ты принесла Я не обманываю Здесь алтарь Алтарь, посвященный женщинам Может быть, сексу алтарь посвященный Я не знаю Что они Они грязные Они грязные, грязные женские трусы Я про это и говорю Я думаю, знаешь, в чем? Здесь, может быть, была какая-то сцена Для какого-нибудь порнушки А потом люди в спешке собрались И все здесь оставили Нет? Ну, кстати, может быть, да Скоро сегодня все это сделано Кто придет Или, может, кто-то сюда привел Очень много женщин Или фотосессия просто здесь была Раздел их полностью Не, ну, конечно, лучше верить Жестко, совершенно жестко Во всех позах Жестко, просто очень жестко фотографировал Реально Да? Какая милая ложечка По-любому же так Смотри Алтарь на цепле Трусы прямо на самый алтарь Это же вообще просто Ну, я не знаю, как это назвать Осквернение, святынь Блин, я бы не повернен Никогда, если бы сам не увидел Вот Я подумал, что развод какой-то Можно я выйду? Чтоб как раз, чтобы без меня поснимали А твои трусы не хочешь здесь оставить? Давай твои трусы оставим здесь, Сережа Ты женщина Ну, почему? Ты видишь, каждая входящая женщина Оставляй здесь свои трусы Немножко мужских трусов не помешает здесь Я без трусов сегодня Виктор, а ты? Ты, чтобы я трусы здесь свои оставил? Ну, а почему нет? Ты где должна оставиться? Ну, почему я? Да, ты женщина Да ну, а может я тоже без трусов? Deadbeat написано Я вообще никогда трусы не ношу Это все знают А в одной из комнат здесь, ребята, смотрите Старинная приставка и джойстик От контролера, от PlayStation Старый И что здесь у нас? Great teacher Анидзука Крутой учитель Анидзука Пишите комментарий, если вы читали эту мангу Если вы смотрели это аниме Я его обожала в свое время Это круто Анидзука Мой любимый Унити Все Возвращаю на свои места После того, как потрогаю И здесь на полу тоже много разной манги И какие-то эротические даже Кассеты Мышка Интересное, интересное место Еще, смотрите, отсеги Контроллеры Metal Gear Metal Gear Solid О, я попала в компьютерную комнату А здесь Sonic, смотрите Смотри, заходи Здесь крутой учитель Анидзука Контроллер от PlayStation От Sega Контроллер Очень круто О, какая милота Здесь когда-то кто-то спал Я слышу звук колокольчика Ты зайди Там целый Нераспакованный конструктор Metal Gear Она была права Это вообще Нераспакованный? Нераспакованный То есть там внутри есть Да, можно собрать Вау Вон, посмотри, там лежит Вон он, ввери Ну, все равно Эта комната Лучше выглядела Ух ты Это ты достал изнутри? Нет, он не достал Ну да, вот здесь как раз и порнушка это и есть И, да, контроллер от PlayStation Да, ты зайди туда Нога гандама Лежит на полу Не знаю, какая из них главная Но здесь тоже довольно-таки много интересных артефактов В том числе контроллеров PlayStation Старые Nintendo Кассеты с порнухой Какие-то журналы игровые Здесь, видите Спецодежда Работников местных Не знаю, для чего она использовалась Но впереди, видите, здесь какие-то белые пески То есть что-то добывали, видимо, тут А здесь велосипед валяется заброшенный Тоже забавно Прям посредине дороги Да, это японцы, которые сами любят просто Оооо Ооо Прикольно Прикольно Вот в таких ситуациях у меня лексиконс Становится очень ограниченным И все, что я говорю, это прикольно-прикольно Здесь какая-то подсобочка для рабочих Кто это вообще? Что за рабочая? Ну, которая шашка идет Да, здание привлекает мой интерес. Оно какое-то необычненькое. Попробую зайти туда. Похоже, что это просто жилой дом бывший. У меня на нос что-то упало. Какая-то мошка. Просто обычные шкафы. С плакатами из журналов. Мошь-мошь. Японец, которого мы здесь встретили, сказал нам, что внизу есть еще спортзал заброшенный. Это очень интересно, мне кажется. Я, конечно, себе представляю это как что-то из компьютерной игры. Но на деле может оказаться совсем по-другому. Смотрите, видите, Сергей уже какую-то постройку хочет осмотреть. Что там внутри? Там какая-то коляска. Коляска? Ну, какая-то коляска промышленная. А. Ну, ладно. А где спортзал, интересно? Непонятно. Вот это может быть. Это просто жилой дом вот слева. Там еще внизу, да, и штабли. Здесь все внутри расписано какими-то криповатыми граффити. Ты выглядишь хорошо. Явно человек с больным воображением поработал. Ты что, проголодался что ли уже? Да, я уже сейчас скоро начну. Пойдемте вниз просто пробежим, посмотрим, что там за спортзал или не спортзал, или что это. Да, мы выставим. Потому что похоже, что это он и есть. Это он. Это спортзал. Это очень круто. Просто как в игре Detention. О, вообще прикольно. Здесь очень классно. Это спортивный зал, а кто видит какой-то зал? Хотя нет, это спортивный все-таки. Это очень классное помещение. Какие детали, знаешь, стол поближе чуть. С приближением видит. Какой-то герб здесь был раньше. Суперинтересно. Это сцена была. Сцена, на которой выступали. Мне такие места нравятся, заброшенные. Прикольно. Здесь атмосфера какая-то особенная. Я сразу начинаю свое воображение достраивать, как здесь все было раньше. Как здесь выступали, как здесь радовались люди. Смотрели, как на сцене какие-нибудь мальчики, девочки плясали. Может быть, кто-то какие-то речи толкал. А сейчас все покинуто, и на самом деле я не знаю, что послужило причиной тому, что все отсюда уехали. Здесь как раз-таки здание заброшенной больницы. И само порога пахнет лекарствами. Я уже через окно увидела, что здесь есть какие-то колбы. Видимо, из-под лекарств. И даже какие-то кресла, что ли, врачебные. Смотрите, вот, например. Вот здесь какие-то колбочки сохранились. Слепки японских зубов. Видимо, здесь был кабинет дантиста. Я наступила прям на эти зубы. Они хрустнули у меня под каблуком. Надеюсь, зубы здесь лечили не с помощью этой штуки. Таблеточки. Запах лекарств. Все ходит в ходуном. Сергей постоянно боится провалиться. Но я понимаю, что проваливаться здесь некуда. Скорее всего, медицинские книги. SM Powder. Пудра. О, боже мой! Что это такое? Что это такое? Что это такое? Что это за приспособление такое адское? Я даже не представляю. Господи, что здесь делали? Посмотрите, старые приборы. О, боже мой! Ну, ладно, просто... Это просто старые приборы. Которые уже... Даже невозможно разомкнуть. Мега-крипово. Притом, что сверху вот и сидит еще такой аппарат. Может быть, здесь сделали УЗИ или что-нибудь такое. А рядом... Развалившееся просто все. И здесь, посмотрите, тоже аутентичненько розетка с каким-то названием, которое я, к сожалению, не могу прочитать. Не знаю этих ороглифов. Здесь прямо на земле валяются приборы медицинские ножницы, какие-то зажимы и даже пилка. Я не знаю, для чего она используется. Возможно, они пилили кости. А здесь, да, в коробке целый склад этих приборов. Они уже давнедавно заржавели. Ну, Сергей, ну, ты мне говори, чтобы я ничего не говорила, когда ты снимаешь. А сам поет на заднем плане вообще. А то есть песни какие-то вообще не в тему. Я тут пытаюсь скрипоту нагонять, он поет. Перерыв делать. Смотрите, чем это? Это для того, чтобы пилить кости. А для чего еще это может быть? А для чего еще может быть такая пила, серьезно? Милота. Здесь вся комната усыпана бумагами. Они всюду на полу. А на полках стоят какие-то порошки. То ли лекарственные, то ли моющие средства. Здесь, ребят, очень много каких-то разных флакончиков, колбочек. Трогать их, конечно, не особо мне хотелось. Но, видимо, это колбочка из-под йода. Но я все стараюсь ставить потом на свои места, чтобы сохранять прежний вид. Потому что здесь уже достаточно всего перемещали. И даже стены кто-то исписал. Здесь вот давление мерить. Забыла, как эта штука называется. А, у бабушки такая похожая была. Интересно, интересно. И вид на гору. Слушай, это химические какие-то формулы здесь. Может быть, они здесь занимались приготовлением чего-то. Смотри. Не фокусируется. Я цми. Я цми. У меня реально ощущение возникает, как будто бы я в Сайлент-Хилл попала. Потому что эти вот все медиктинские приборы гигантские. Они присутствуют в игре. Я не представляю, что это такое. Но это огромная штука. А здесь уже ничего нет. Икс-рей. Как это называется на русском языке? Рентген. Рентген, да, отлично. О, боже, что это, ребята, смотрите. Фак. Это же кость. Это же кость. И она довольно крупная для какой-нибудь собаки, мне кажется. То есть, вот, относительно пальца моего. Самая настоящая кость. Не хочу ее трогать руками. Но... Не, ну, конечно же, она не человеческая, ребят, да? Я решила вернуться в комнату стоматолога. Здесь целая коробка, в которой вы можете найти зубы. Маленькие сверла для зубов. Стоматологи, как вам на это больно смотреть? Заржавевшие, заржавевшие, заржавевшие приборы. Ой! Да, я думаю, надо ее натрогать. Да. Согласна. До свидания. Всего хорошего. Ребята хотят уходить, потому что время уже за три часа. Нам еще обратно долго добираться. Ребят, спасибо вам, что такое место позвали. В смысле спасибо? А как же деньги? Расплачешься еще. Я должен такой, стоп, мы же договар... Ты же мне говорила? Короче, мужики уже голодные и злые. Да, вообще. Ребята, пожалуйста, у вас есть салфетки? Есть салфетки? Это очень смешно было.